Добрый день, Полтава! Здравствуй, Украина! С вами я, Александр Демидович и Андрей Усачев. Как обычно, здорово, Андрей! Добрый! А поговорим? А поговорим! А поговорим! И сегодня у нас тема, это проблемы с перевозом людей в городе, с транспортом. Самая сложная на сегодняшний момент проблема, полных трое суток уже коллапс, реальный коллапс. Из полтавщины сейчас просто у всех вздрогнулось, они очень не любят это слово. Хорошо. Небольшая проблема. Небольшая. Временные трудности. По поводу временных трудностей. Значит, уже тебе рассказывать, я повторю для наших зрителей на камеру. Попала мне в руки, исключительно случайно, в прошлом году, ведомость, которую заполняет каждый кондуктор в эталоне Богдане, на каждый круг, сколько людей они перевозят. Видите, я только что эту ведомость показывал, фотографию ее. Исходя из этой ведомости, в среднем за одно кольцо, добрый, за одно кольцо, богданщики или того, то, что у нас больше всего по городу ездит, перевозят, в среднем 80-90 человек. За один рейс? За один круг, за одно кольцо. Это кольцевой маршрут. Если это подолевада, это будет больше. Ну, и берем кольцевой, самый распространенный, самый наш актуальный маршрут. Восстат 90 человек. Значит, путем нехитрых манипуляций. А, да, кстати, и в ведомости. Ведомость была разграфована с тем учетом, что он должен сделать 11 рейсов. С, там, без чего-то 7, ну, с пол-седьмого, грубо говоря, я не помню, сколько там точно. И 11 рейсов он должен сделать. Опять же, большой вопрос начинается с того, меняются ли водители. Потому что водитель, один рейс получается около часа, даже больше часа одно кольцо. 11 часов, даже получается больше часов, один водитель ездить не может. Ну, вчера уже появилась информация, что на каждый автобус считается 3 водителя. Да, можно считать их и 25. Вопрос, сколько ездит. По факту. Ну, да, реально. Чисто теоретически, там, в районе часа дня, или 12 дня, они должны поменяться с этим. Пересменка должна быть. Лично, ну, в троллейбусах пересменку я видел. Когда прямо, вот, обычно это происходит на Зыгина возле депо, заходит один водитель, другой водитель выходит, точно так же с кондукторами меняется. В Богданчиках я ни разу не видел. Может, они где-то проводят пересменку. Я не слышал тоже. Да, может, они проводят пересменку, где-то там отъезжают. Но, опять же, о том, чтобы посреди дня Богданчик съезжал с маршрута, выставлял там табличку, да, куда-то высаживал людей, съезжал на маршрут на замену, я точно ни разу не видел. Чтобы при мне менялся водитель в Богданчик, я тоже ни разу не видел. Первый вопрос. Вообще, как это? 13-14 часов за рулем. Это вообще нормально? Нет. Относительно вопроса безопасности. Когда водитель 13 часов за рулем катает людей по городу. Ну ладно, это отдельный раз. За городу оставим на совесть тех, кто этим рулит. Значит, первый вопрос. 11 рейсов. В среднем 80-90 человек. Путем нехитрых манипуляций. При учете 400 гривны за проезд. Математических манипуляций. Чистая математика. Ничего тут сложно. Просто умножаем количество колец заездов на количество людей. Мы и среднее берем же. Опять же, мы не берем перегрузы. Мы не берем то, что в пик утра, в пик вечера набивается туда под завязку, еще и висят снаружи. То есть, это отдельно. Мы берем среднее. Путем просто обычных математических действий на жизнь. Мы получаем, что при тарифе 4 гривны у них получаются выручки в день в среднем 3,5 тысячи. Мы с тобой считали. 3,5 тысячи получается. Топливо. Самый главный вопрос. Топливо. Мы насчитали на топливо при расходе 20 литров. Пусть даже 25, но пусть они потратят 800 гривен. Даже не 600. 800 гривен они потратят в день на топливо. Первый вопрос с топливом. Ребята, весь город ездит на солярии. Ну, не считая руты, которые ездят на газу. На солярии ездят. То есть, автобусы ездят на дизеле. И эталончики с ботанчиком тоже ездят на дизеле. Первый вопрос. Почему? Считаете в тариф. И, наверное, покупаете, скорее всего, топливо в розницу. По розничной цене. По стенде. Я думаю, у них оптовые цены. Ну, подождите, в тарифе, который показывают всему городу, там посчитаны розничные тарифы. Мы покупаем по рознице. Ладно, давай считать по рознице. Это очень большой вопрос. Ребята, во-первых, когда вы будете покупать хотя бы на один богданчик, но на год, никто не говорит, достань деньги из кармана и положи за год вперед деньги. Можешь заключить договор на год с покупкой по месяцам, по неделям, по какой-то сумме. Тебе уже будет скидка. А если у нас есть ассоциация перевизники. Почему ассоциация перевизники не купит, не посчитает. Математика же не сложная. Столько-то автобусов. В день выезжает столько-то. Не будет все равно. Ездит каждый день. Ну, плюс-минус поломался день-два. Купите на год какой-то объем с компанией, которая, не будем называть сейчас, не делать рекламу, те, кто продает у нас в городе топливо. Купите на год контракт на какой-то это, вы получите 20-30% от стелла. Я думаю, получить можно, с учетом того, что будет покупка на год. Вы уже сэкономите на топливо. Уже будет не 800 гривен на топливо, как мы насчитали, а может 500, а может даже и меньше. Ну, это опять же отдельно. Считаем дальше. Мы насчитали, ну, пусть там 2,5 с отчетом всех остальных, остается у них чистыми 2500 гривен в месяц. И в день, прошу прощения, в день 2500 гривен. Умножаем на 30 дней, немного получается. Цифра получается очень серьезная. Кто в городе Полтава заработает 2500 гривен? Хорошо, нужно заплатить кондуктору в день с 2500 гривен. Сколько? Тысячу? Ну, сильно сомневаюсь. Но я не думаю, что больше 200 гривен. И то под большим сомнением. Ну, это отдельно, нужно считать. Водителю опять же нужно заплатить. Опять же, сколько? И мне понравилась эта фраза. Я покупал автобус, за 2 года его отбивал, продавал и покупал новую. Нет, это, конечно, бизнес шикарный. Я тоже хочу купить что-то, за 2 года его отбить, купить новую и отбивать опять за 2 года. Ну, в мировой практике это вообще... Ну, это слишком круто. Так это мы все говорим про тариф в 4 гривны за проезд. Лично мое глубокое убеждение, что если посчитать рентабельность, та, которая должна быть, не 2 года отбить, а хотя бы 10-15, ну, может, 20% опять же, в честь чего я, как житель города, должен кого-то кормить 20% рентабельности. Тариф будет, ну, 3, ну, 2,5, а может, даже и 2 гривны. Это если будут эти, в которых летают сейчас Рут и Богдан. Если поставить нормальные автобусы, может, даже на газу, то есть газодизель есть, то тариф будет еще меньше для этого автобуса. При нормальных автобусах, не уезженных, не ушатанных, нормальное обслуживание, нормальный поток, нормально выстроенный график, это не будет давки, это будет нормальная схема движения, это будет нормальный тариф, и рентабельность будет нормальная. Мы забываем еще один интересный момент. Мы считаем чистую математику. Выручка, пассажиропоток и в день денег. Мы забываем про компенсацию. Которую город из бюджета... Давайте не говорить про город. Платит не город. Платишь ты, плачу я. Это деньги наши. Это деньги жителей города. То есть мы все платим перевозчикам какие-то деньги. Какие-то деньги большие. Насколько я помню, в том году это было около 180 миллионов. Есть такая информация, опять же, одна бабка сказала, я ничего не подтвержду, но тем не менее, информация такая есть, я ее озвучу. Вот эта вот разница между тем, сколько стоит весь проезд в городе и тем, что мы платим, уже компенсируем за пельговики. А потому что мы смотрели тариф, то получается по тарифу платит чуть ли не один из четырех. По расчетам на компенсацию, если я правильно опять же помню, то по этому расчету получается, что в городе из всех жителей, пассажиров, которые едут в транспорте, то платит чуть-чуть не один из четырех. Вот четверо едут, трое едут, это работники, один платит. Так вот эта вот сумма, которую платит весь город, это что-то около 60 миллионов. Так может нам проще и 3,5 миллиардов гривен бюджета города доплатить 60 миллионов гривен за проезд. Ведь город будет здесь в принципе бесплатно. Мы уже 180 платим. Мы к 108 месяц добавляем 60, закрываем вопрос с переездом, с тарифами, со всей этой фигней раз и навсегда, и мы ездим, весь город ездит бесплатно. Вспомним, я опять же тебе говорю, вспомним опыт города Ри. Почему там бесплатный проезд, а почему это бесплатный проезд сделан? Потому что основной источник наполнения местных бюджетов это налог на доходы физических лиц. Этот доход идет в тот бюджет в пределах муниципального образования, в данном случае города, какого зарегистрировал этот налогоплательщик. Если налогоплательщик зарегистрирован в копылах, в обозовке, в рассошенцах тех же самых, то налог с его дохода, с его зарплаты, он там остается? Он остается в тех бюджетах, в тех населенных пунктах. Но по сути он пользуется инфраструктурой, транспорта, медицины, каких-то услуг по городу, кафе и так далее. Он пользуется это все городом. Город с этого не получает, родом учетом ничего. Делаем бесплатный проезд, всем говорим точно так же, как в Риге. Ребята, вы регистрируетесь у нас, прописку по старому, по сегодняшему, это называется правая регистрация, вы регистрируетесь на территории города Полтавы, и вы получаете карточку на бесплатный проезд в город. И эти 80 миллионов мы с лихвой перекроем вот этими вот доходами, возможно, нужно считать, опять же, я не могу сказать, но если у них это сработало, то я думаю, почему это не должно сработать у нас. Нужно посчитать, но скорее всего, что это сработает. Мы перекрываем просто доходами, которые получим дополнительно от людей, которые, налоги которых будут уходить в бюджет Полтавы, а не в бюджет туда. Возникает вопрос, какой разговор про 5, 6, 8, 10 гривен за проезд? Для того, чтобы отбивать автобус не за 2 года, а за 2 месяца? Так я не хочу в этом участвовать, я не хочу никого спонсировать, зачем мне это нужно? Но тут еще сразу же у меня возникает вопрос, крутится прямо на языке, наш пресловутый троллейбусный парк. Дотации из города идут, мы все знаем отлично, когда заходим в троллейбус, что большинство едут. Пенсионеры. Пенсионеры, без вопросов, это надо, это должно быть. Но мы платим 2 гривна, остальное дотация идет из города. Но троллейбусный парк, давай скажем прямо, убит. Ну троллейбус, у нас какая-то часть их новая, это раз. Ну, она новая, да, безусловно, но на сегодняшний момент, что мы видим, вот именно сегодня, во вторник, уже из троллейбуса не становится проблемой. Ну, троллейбусы, во-первых, у них есть какой-то нормативный, скажем, износ, нормативная нагрузка. Ты не можешь перевести там 500 пассажиров, там 500 пассажиров. Но видишь, что уже и троллейбусы начинают падать. Так, они начинают падать, потому что нагрузка неравномерно распределена. Ты сказал за льготников, которые едут в троллейбусы и не платят. Там 90% образно говорят, это большой процент, это льготники. Так, вопрос в том, структура перевозки пассажиров распределилась таким образом, что из всех льготников, из всего транспорта, льготники сосредоточены в троллейбусах, а не в автобусах. А неравномерно... Если мы опять же вернемся к тому вопросу, что мы можем сделать, заплатив 50, 60, 70 миллионов, какое-то там количество денег, заплатить. Грубо говоря, два фонтана. Два фонтана мы заплатим за проезд. Я не знаю, мне это интересно, жители города Полтавы, выскажите, что вам интереснее, бесплатный проезд во всем городе Полтавы или фонтан? Мне почему-то лично... Давайте лучше Макдональдса у нас струкаем весь город. Давайте Макдональдс строить не будем. Макдональдс это частная... Это отдельный разовор, тоже интересная цифра. Это люди заработали денег. Как они заработают отдельный разовор? Но они заработали денег, они подали проект о них еще нужно не забывать тому, что заплатят еще бюджет на развитие инфраструктуры. Малог какой-то. Тут именно в структурной и теоретической... Ты ушел от транспорта. Не-не, ты вспомнил за Макдональдс? Я ляпнул. Этот вопрос трогать не нужно, потому что это частный бизнес, удалить не нужно. А перевоз людей города Полтавы, жителей города Полтавы, это социальный вопрос в первую очередь. А потом уже чей-то заработок, это наши маршрутки, мы их сейчас порежем на металл и все остальное. Хорошо, выход из ситуации. Два фонтана не строить, заплатить за перевоз жителей, сделать либо полностью бесплатный проезд, либо условно бесплатный проезд. Раз. Предложение конструктивное. Нужно считать математику, нужно считать в первую очередь. Но, опять же говорю, математика говорит о том, что плюс-минус там даже пусть 20-30 миллионов на 3,5 миллиарда бюджета. Это не что. Город этого не заметит. Раз. Второй момент. Троллейбусный парк. Первонаприво нужно посчитать, а на сегодня математика, то есть финансы, бюджет троллейбусного парка, управление, ну, самого предприятия. Оно вообще в каком состоянии? Может, у нас там на балансе 25 вилл, как было в Новгород-Залезнице, яхта, 25 санаториев и частный самолет, который возил Кирпу, на балансе непонятно кого и непонятно чем занимался. То есть, этот вопрос нужно посчитать, что там сейчас происходит. Второе. Да, бесспорно, вливание денежное туда нужно. Ну, это как любой бизнес. Но вот еще один важный момент, который, я хотел сказать, забыл. Пришли к этому, мысль возникла. Любой бизнес, вот на сегодня мы, по сути, мы социальный заказ, перевоз, жди города Полтавы, мы отдаем частнику в руки. То есть, мы коммунальный заказ передаем частнику. Любой частник, в любом тарифе, возьмите этот расчет любого тарифа, в нем есть строка «Прибыль». Любая работа любого предприятия или предпринимателя частного направлена на получение прибыли. То есть, в этом тарифе, который нам озвучивают, там заложена какая-то часть, которая называется «Новый Мерседес», «Красная икра» и «Отдых на Багамах», образно говоря. Я его не осуждаю, ни одного человека не осуждаю. Мир построен так, мы живем при таком обществе, которое построено о том, что зарабатывать деньги. Вопрос в том, сколько зарабатывать и где. Если ты придумал, образно говоря, новый айфон, придумал, создал с ничего, придумал то, чего не было, не у кого-то сказал, ребята, вот это вот то, что вам нужно, я весьма сказал, да, я хочу. Мне один человек приводил пример, говорит, ты будешь торговать картошкой, продашь фуру картошки и продашь фуру айфона. Я говорю, да, фуру айфонов это дороже, это высокотехнологичное остальное, но ты его на хлеб не намажешь. То есть, это все очень разные сферы, не нужно это будет. Так вот, любой бизнес частный, это имеет в своей основе и целью своей, даже в законе написано, это деятельность направлена на получение прибыли. Ну, это нормальное явление или что-то? Ну, это нормальное явление, когда это само по себе существует, но когда этому способствует муниципальное образование, и по сути, по сути, на сегодня проезд в городе Полтава, это налог на жителей города Полтавы. Ты же не можешь не ездить в транспорте. Ну хорошо, раз ты придешь на работу, два ты придешь на работу, приди на работу, когда на улице фигачит дождь, грязи по колено, снег, ветер, ужасно, погода, по которой на улицу выходить не хочется, тебе нужно идти на работу. А если что-то случилось, ну, экстраординарное, если тебе работа такая, что ты в разъездах, ты не можешь от этого обойти. То есть, современный город устроен так, что тебе нужен транспорт. По сути, это налог на жителей города Полтавы, налог на жизнь в городе Полтавы. Почему мы должны кому-то обеспечивать безбедную старость и за спокойную жизнь? Коммунальное предприятие целью своего существования имеет не получение прибыли, а удовлетворение потребностей коммуны. То есть, работа коммунального предприятия может быть с нулевой прибылью. Почему? Потому что для того, чтобы предприятие существовало, ему нужно получать прибыль, прибыль, реинвестировать в основные средства, можно развивать парк в данном случае, покупать новые транспортные средства, какие-то новые услуги, улучшать что-то там, образно говоря, к примеру. То коммунальное предприятие вот эти деньги на развитие может получить от города из бюджета, из наших денег. То есть, по сути, прибыль коммунального предприятия – это налоги, которые мы платим городу. Нам нужен троллейбус, мы из тех денег, которые мы уже заплатили, отрезали кусочек и потратили туда. А если правильно применили еще нашу голову и возможности, мы получили кредит под муниципальные гарантии, под маленький процент, купили на 50 лет. Платим 2 копейки и катаемся на новых троллейбусах. Это образно. То есть, не можно забывать, что любой заказ от муниципальных образований частнику – это обеспечивание чьей-то безбедной старости. В честь чего я должен кому-то платить деньги, за то, что я могу не платить. Любое коммунальное предприятие может выполнять те же услуги, только в структуре стоимости услуги будет отсутствовать одна очень важная часть – прибыль. Мы не будем никому платить прибыль. Мы будем просто оплачивать, собственно, саму стоимость услуги. Все. Я правильно понимаю. На сегодняшний момент ты расцениваешь ситуацию таким образом. секретарь городского совета, исполняющий обязанности параллельно мэра, в принципе прав в том, что он стал в такую позицию. Не остановлюсь, но я чувствую. Абсолютно. Просто он стоит, настаивает. Да, Александр Шамота уже был называем. Не конситирую факт. У меня, ну, я представляю определенную партию. У нас есть определенное решение. Не, но это у вас партия – это отдельно. Ты как гражданин. Мы с тобой разговариваем сейчас как-то за гражданином. Я как гражданин. Ты как гражданин. Я человек, которого избрали люди, которые доверили определенные полномочия и определенным образом представлять их интересы. Это все мне было доверено в рамках определенной политической силы. Я не имею права ни морального, ни никакого другого идти против решения партии, против решения своих коллег, против вот такой позиции, которая у нас выработалась вот в таком виде, в котором она здесь на сегодня. И я не могу высказать свою гражданскую позицию. Гражданскую позицию я смогу высказать, я могу высказывать до 2015 года или, ну, если так сложится, я не выберу второй раз, просто после 2020 года я смогу высказать свою гражданскую позицию, как захочу. На сегодня я просто констатирую факт. Мы с тобой посчитали простую математику путем умножения и деления. Но это то, что может сделать каждый из нас. Третий класс в худшем случае может даже раньше. То есть это все можно прекрасно посчитать, ничего сложного нет. Я просто обозначил определенные факты про прибыль, про выручку, про количество кругов, про нагрузку на водителя. То есть это просто обычная математика. А то, как это обстоит дело на сегодня в городе, это вопрос нужно называть тем, кто облечен властью на сегодня в городе. Во-первых, почему допустили до такого? Эта же ситуация сложилась не вчера, не сегодня и даже не позавчера. Эта ситуация десятилетия. Ну и знаешь, что самое страшное? Я мониторю всю Украину. Да везде такие ситуации. Ну просто у нас она усугубилась. Первый вопрос к кому? Первый вопрос к жителям. Почему люди сами об этом не говорят? Почему не требуют? Почему никто не взял ручку, бумажку, листик, калькулятор, посчитал? Ну вот сейчас пришел, а я сказал, ребята, а где? Почему так? Так. В структуре затрат они пишут. Они пишут содержание аппарата, бухгалтера там, слесаря, еще кого-то, по сути. А стоянка транспорта они пишут. Какой-то процент не весьма. Этот процент транспорта стоит вообще по дворам. Да, может быть, большие автобусы по дворам они стояли, но руты я регулярно вижу во дворах. Да мы все видим. Богданчики я регулярно вижу во дворах припаркованные. Ну, какое-то время были, не были, то есть они там, ну, мигрируют. Тоже эта статья записана, опять же, записана, по какой цене? Они. Дальше возвращаемся. Если у нас такая ситуация в городе сложилась, что нам нужно где-то парковать, в частности, сейчас скрывается вот эта вот вся сумма и весь тариф. Нам нужно где-то парковать транспорт, который обслуживает, по сути, города Полтава, жителей города Полтава. Уже нельзя сделать коммунальную стоянку с нулевой, или там одна гривна, образно говоря, стоимостью за парковку для транспорта, который работает для горожан. Вопрос закрыт. У нас в городе нет свободных мест, свободной земли нет. Валом. У нас нет денег, чтобы купить двадцатка камазов щебенки, засыпать и разровнять. Валом. Это не проблема совершенно. Вопрос со стоянкой закрыт. И таких частностей масса. Если включить голову и подумать, какие-то вопросы решить, его абсолютно несложно решить. Это все решаем. А почему не включают голову, как ты думаешь? Или включают в другую сторону? Ну, опять же, как мы говорим, в городе ходят такие слухи. Мы этого не знаем. Но слухи ходят разные. Проблема не в том, что сегодня это случилось. Это то же все. Это факт. Ты слышишься с этой ситуацией. Проблема в том, что об этом никто не говорил десятилетиями до этого. Это никому не было интересно. Это один я знаю о том, тут мне попала в руки вот эта вот ведомость с цифрами. Это один я об этом знаю. Господи, да весь транспортный отдел это знает, весь городсполком это знает. Я уверен, что большая часть депутатов знает. Те, которые за головой, те, которые думают и которые задумываются об этом. Почему об этом никто не говорил раньше? Почему никто не обнародовал факты, не показывал математику и не задал вопроса, почему так? И почему избиратели, кстати, не задали вопрос этот своевременно своим депутатам? Вопросы к людям. В первую очередь это вопрос к людям. Ну, наверное, быстрее всего вот эта избитая некрасивая фраза начни с себя. Да, мы не спрашиваем. Я Андрея спрашиваю. Андрей мне отвечает и доносит информацию. Ну, да, наверное, все-таки быстрее всего надо начинать с себя в этом плане. Каждый должен задать вопрос, а почему так? Почему я плачу? У нас есть предсловутый транспорт, который, при том, что у нас как бы проезд 4 гривны, катается по 5 гривен и перевозит людей. Почему один я из всей маршрутки не плачу 5 гривен? Я захожу, даю 4 гривен, у меня начинается возражение о том, что у нас по 5 гривен. Я сажусь и говорю, ребята, я не знаю, как у вас там, я еду за 4. Да, были там пару раз попытки, мы никуда не поедем. Я сижу, я никуда не еду. Ну, постоял он там 10 минут на остановке, поехал дальше. А если бы это не один я был, который сказал, нет, ребята, мы катаемся по 4. Вся маршрутка зашла. Был же вопрос где-то, не помню в каком городе, с Атошником. Он отказался воина, а то какой-то там, водитель перевозите бесплатно по удостоверению. На следующий день у него полная машина была этих его коллег. И он катал целый день полную машину Атошника бесплатно. Вот он один день проездил бесплатно, а что он будет остановиться? Нельзя. Ну, то есть, на маршруте должен ездить. Я ему пошептал, он сразу начал водить Атошника, все как положено. Все очень просто решается, ну, ничего же сложного нет. Главный вопрос – желание и голова. Включи голову, подумай, посчитай и используй свои права, даденные тебе законно. И контролируй налоги, которые ты заплатил. В том числе. Вот такое мнение. Ну, я где-то в чем-то, может быть, не солидарен. Почему? Потому что в январе месяце прошлого года, перед последним подорожанием, я делал репортаж, мы делали опрос. Ну, полтовчане, вроде, спокойно тогда относились к подорожанию, тогда на 5 гривен выходили. Пенсионеры вообще сказали нам одинаково, мы на троллейбусе ездим бесплатно. Но, если быть скурпулезным и с калькулятором действительно считать, ну, похоже, Андрей прав. Но такое мнение, может быть, оно и должно так быть. Мнения разные, ну, честно говоря, мне тяжело даже сказать. В принципе, по логике, по всем цифрам, тем, что ты говоришь, ты прав. Почему? Андрей, почему я должны обеспечивать чью-то старость? А нашу кто обеспечит? Самый главный вопрос. Я думаю, что мы подождем буквально, ну, может, неделю, может, даже меньше, и все станет ясно и понятно, как говорит одна известная видеоблогер на сегодня. И будет понятно, куда эта история выплывет и чем это все закончится. Ну, дай бог, чтобы эта ситуация разрулилась как можно быстрее. Всем хорошее настроение. Пока-пока. До встречи.